Друзья, всем привет! Сегодня, как обычно, краткое поделы. Давайте вкратце разберем курс биткоина. Также хотел бы разобрать ситуацию со Stellar Lumen, потому что там я действительно поторопился. Для начала по биткоину. Сейчас биткоин у нас с вами стоит 6550 долларов, тоже середина консолидации 6450-6600. Опять же, у нас с вами довольно узкий канал, и сами знаете, что с узких каналов мы с вами выходим довольно резко. Тут, я думаю, будет гораздо веселее, потому что, ну, те, кто помнит прошлый ценовой канал, когда, соответственно, мы от 6300 планировали пойти выше, ну, как и пошли, собственно говоря, у нас были хоть какие-то торги, у нас откупали уровень 6200-6300, постоянно проторговка была там до уровня 6350, несмотря на то, что мы находились в довольно узком ценовом коридоре, то сейчас у нас полное отсутствие объемов. Ну, как, они есть, но они настолько мизерные, что стоит сейчас влить даже не сверхбольшое-большое, но не сверхбольшое количество объемов, и цена полетит очень даже... Ёб твои волосы. Хоть это могло бы... Чего же у нас с вами такая ситуация, то, что на данной консолидации количество объемов на торги у нас, ну, просто мизерно, и стоит сделать буквально там одно вливание более-менее крупное, и цена у нас должна будет очень хорошо выстрелить. На данный момент я все же придерживаюсь своего плана, считаю, что у нас будет прострел вверх. Смотрите, у нас немножечко подрубили шортистов, ну, и, собственно говоря, цена у нас тоже прыгала. Ну, там было 34 тысячи контрактов, стало 32 тысячи контрактов. Не такая большая разница. Количество лонгов у нас до сих пор не возросло, их 20 тысяч. Объективно на таком затишье, если делать какие-то движения, ну, есть смысл просто брить шорты по той причине, что, ну, даже потянут у нас вниз цену, в любом случае эта цена будет откупаться там от уровня 6300, там люди реально готовы покупать. Смысла сейчас большого не вижу. Реально для меня большой смысл это загнать нас за пределы локального нисходящего тренда, там всех обмануть то, что у нас якобы рост, и тогда уже начать рубить. Друзья, короткая реклама. Недавно появилась платформа, объединяющая биржи в одно окно. На данный момент подключены Binance и Poloniex, а сейчас идет подключение Bitmix и Exmo. Короткий рекламный ролик, и мы продолжаем. Это Боря. Борис торгует криптовалютой. Устал. Трейдмейт. Автотрейдинг становится доступным. Настройте торгового робота в визуальном конструкторе. Автоматизируйте телеграм-сигналы от ведущих криптоаналитиков. Настройте тейк-профиты и стоп-лоссы прямо на графике. Создайте свой уникальный дэшборд и анализируйте статистику ваших сделок. Трейдмейт. Пожалуй, самый надежный сервис для автоматизации вашей торговли. На платформе можно усреднить сделку, выставить стоп-лосс, тейк-профит. Все это можно сделать на графике. Если вас заинтересовало это, ссылочку вы можете найти в описании. Соответственно, по столарлюмину я в прошлый раз говорил, что от уровня 23,6 центов можно будет закупаться. Действительно, поторопился. Там есть такое, понимаете, как плавающие ордера крупные. Ну, соответственно, они стопорят цену. И буквально там через несколько часов этот плавающий ордер перескочил на 36,8 центов. Оттуда надо было закупаться. Но, если честно, я просто это движение прохерил, потому что не ставил будильники. Но там не такая, там, ну, точнее, там вообще нет никакой потери. Мы с вами дошли до уровня 24,7 центов. Сейчас у нас с вами пошел откат. Вероятнее всего, ордер, который у меня сейчас на данный момент стоит на перезакуп, я отменю. Буду смотреть новую точку входа. По крайней мере, что я хотел бы вам сказать сейчас по столарлюмину. Соответственно, те, кто либо со мной продавал по 24, ну, либо сам дождался, продал по 25. Да, мы сделали хороший профит. И сейчас абсолютно необязательно сразу же моментально входить в рынок. Вообще, все время быть в рынке, запомнить, это болезнь. Объективно, по столарлюмину сейчас у нас нету хороших точек входа. В любом случае, вы можете отслеживать мои ордера ВКонтакте. Я там все выкладываю. Если я что-то буду делать, вы увидите. Также в этом видео я хотел бы затронуть еще один момент, который тревожит довольно многих. Ну, я уже обсуждал момент, что я делаю там, ну, маленькие проценты. 5-10, зато стабильно. И тут сразу как бы возник вопрос, что я торгую там на большие суммы, а те, у кого сумма поменьше, для них как бы это и не деньги. Ну, да, я торгую не то, чтобы прям на очень уж большие суммы, но на довольно крупные суммы. Для меня, например, там 3-4% это как бы нормальный доход, очень даже. Но есть люди, которые торгуют там, я не знаю, на 500 долларов, может быть, меньше. Соответственно, они хотят делать больше процента, они хотят делать больше иксы. Я хотел бы с вами поделиться опытом, потому что на крипторынок я, соответственно, сразу заходил не на всю котлету, я не переводил много изначальных денег на крипторынок. Соответственно, торговал, ну, довольно рисково. Все время делал сделки, все время был в рынке. Но я хотел бы с вами поделиться одним моментом, который действительно окажется вам полезным. Даже если вы торгуете на небольшую сумму, ну, представляете, что она огромная, ну, действительно, тогда количество ваших профитных сделок, оно будет гораздо выше. Это раз. Два, вы будете совершенно другому смотреть на график. Понимаете, когда вы там ставите 500 долларов, ну, я не знаю, это там со своей колокольни, там для кого-то 500 долларов тоже огромные деньги. Ну, короче говоря, ну, там 500, 100 долларов, 300 долларов, их как бы, ну, не стремно потерять, там ваша жизнь из-за этого там не изменится. Ну, когда у вас, например, один ордер, там, 5-10 тысяч долларов, и вы зашли там на раш, и у вас сразу пошел откат, там как бы уже, ну, чувствуешь уже убытки какие-то. Поэтому даже когда вы торгуете на небольшие суммы, все равно представляете, что вы торгуете на большие суммы, тогда вы будете более трепетно относиться к точкам входа. Да, возможно, вы будете торговать не каждый день, даже не каждую неделю, возможно, будете входить в рынок. Но зато этот вход в рынок будет обеспечивать вам какой-то профит. Вот, например, мой канал. Почему его многие любят? Ну, потому что у нас действительно почти все сделки в плюс. Смотрите, но я не даю же вам сделки каждый день. Я не даю вам сделки даже порой, бывает, там, 2 недели не даю сделки, потому что не вижу точек входа, не вижу смысла рискать. Рисковать можно раз в час, торгуя, там, на 15-минутных графиках. И если вы будете, типа, угадывать, тогда у вас будет там раз в час, по несколько раз за час будет профит. Но рынок так не работает. У рынка есть какие-то точки с входа с наименьшей вероятностью, с наибольшей вероятностью. Есть точки входа, которые, например, точно отработают. Вот, например, в данной ситуации, смотрите, многие говорят, ты вот ждешь роста выше, да? Входить ли сейчас по 6500? Я, например, жду роста выше, и я считаю, что, в принципе, по 6500 можно входить, но с очень, с очень, с очень большим риском. Смотрите, реально эта сделка, она будет менее вероятна. Ну, например, я точно знаю, что если у нас пока цена вниз, от уровня 6200-6300 нас будут откупать. Вы можете сколько угодно параноидить, говорить то, что вот, мы бьемся в поддержку, рано или поздно, когда бьешься в поддержку, она пробивается, да, это так. Но на данный момент покупатели готовы откупать 6200-6300. Это хорошо просматривается по новостному фону, по стаканам, по технике, вообще по общим, совокупным настроениям по рынку. И если у нас будет просадка 6200-6300, мне вот, например, вообще не страшно, то, что я на уровне 7000 не продался, потому что у нас в любом случае будет там остановка, вероятнее всего, эта остановка будет с очередным отскоком, и я буду там еще дозакупаться, потому что у меня осталось какое-то количество фиата, которые, ну, те, кто меня давно смотрят, знают, что я там еще оставил какое-то количество фиата для закупки на 5900, и который уже там второй месяц лежит, и я пока ее не трогаю. Но в любом случае есть вероятность, что я буду перезакупаться этой суммой там на уровне 6200, потому что отскочит. Это высокая вероятность. А торговать сейчас, да, на небольшие суммы можно, но на там 10, 20, 30, 100 тысяч долларов, вы этого просто не будете, вы не сможете себе этого позволить. Вероятнее всего, многие со мной не согласятся, но я вам скажу так, это дело приходит с опытом, реально. То есть, когда у тебя там, ты ставишь 1000 долларов сюда, 1000 сюда, все круто, здесь зашло, ой, ну здесь чуть-чуть потерял, ну не страшно, потерял-то, блин, 50 долларов, не страшно, конечно. А потом, когда у тебя там не 1000 долларов на балансе, а 10 тысяч, такой, блин, прикольно, у меня 10 тысяч, давай торгаем здесь, блин, а здесь я раньше терял, а может не стоит. Так, здесь я поаккуратнее войду в рынок. А потом у тебя там 15-20 тысяч долларов, такой, не, вот здесь точно не надо входить, здесь лучше я подожду, здесь я аккуратнее, вот здесь вот наверняка будет сделка, вот здесь я войду. И вот со временем, со временем, со временем у вас формируется вот эта вот тема, когда вы очень аккуратно торгуете, забираете только гарантированный процент. И, собственно, отсюда возникает момент, который вот многие новички на моем канале не понимают. Ребят, я хотел бы вам объяснить то, что я торгую не для вас, я торгую для себя, и я хочу делать процент, я делаю процент. И когда ты делаешь там за неделю, например, 5% от 15 тысяч долларов, ну извините, это 750 тысяч, там плюс-минус 50 тысяч, ты там за неделю заработал больше, чем зарплата по России. И лично для меня это абсолютно нормальная ситуация и абсолютно нормальный доход. Соответственно, давайте с вами подытожим. По альткоинам точки входа не вижу, единственное, вот есть поддержки, но тоже не считает хорошими точки входа. По биткоину отсутствие объемов, консолидация в узком коридоре, преобладание шартов, я считаю, что будет резкий выстрел выше. По крайней мере, это абсолютно логично, никто не отменяет спекуляции, но даже если будут спекуляции, нас будут откупать на уровне 6300. По торговле интродэй не вижу смысла, потому что торговать надо по тренду. Тренда нету, есть боковик, ну про локальную сейчас ситуацию говорю. Так-то глобально у нас, конечно, нисходящий тренд, и с этим спорить глупо. Сейчас у нас боковик, и любые торги интродэй, я еще раз уточняю, интродэй внутри дня, они будут равносильные ставки в казино. Все, времени вашего больше отнимать не буду, подписывайтесь на канал, оставляйте свои мысли в комментариях. Работаем! Субтитры сделал DimaTorzok